что мы что мудрецы те кто вот именно как бы остаются у истока или возвращается к истоку такой получается как будто цикл замкнут они по они по они вынуждены идти за дураками которые на мой взгляд может быть но я ошибаюсь может быть то есть подразумевая что вот создав вот эту новую технологию за сейчас становлюсь мудрее а на самом деле я становлюсь как мы уже понимаем что может быть ясность не мудрее а вот именно этим дураком и это выгодно уже понимаем что для какого-то конгломерата может быть это выгодно чтобы люди были дураками поэтому мудрецы идут за дураками и в конце концов они мы так имеешь ввиду что мудрец и их ищет а с другой стороны вот кстати интересные мысли значит они ищут их этих дураков они идут за него такой мудрец по своей вот мудрец да это человек с опытом да да наверное мудрец на москве что мудрец на чек с опытом да ну а дурак часто бывает просто человеком с деньгами согласно и вот ты понимаешь какая происходит интересная вещь это и есть интерактив что когда человек с опытом мудрец встречает человека с деньгами то как правило не происходит энергетический обмен а именно человек с опытом уходит с деньгами а человек который был с деньгами уходит с опытом может быть именно для этого и нужна встреча то есть мудрецы идут за дураками они идут за ними чтобы им помочь ты же мне сам до этого говорил что собственно доктор приходит пациент ну по крайней мере так то ли но уже к лежачим потому что ходячий приходит к доктору сам а а если посмотреть с другой стороны если посмотреть со стороны такой ну чистой нравственности когда человек хочет помочь человеку всегда и врач по сути своей он не может сидеть на месте он всегда должен искать нуждающихся в его помощи конечно конечно то есть он не сидит в кабинете в носу ковыряясь и ждет придется ли кто-то не придет а он сам идет и спрашивает вам нужна помощь вам нужна помощь может быть вам я вот владею вот такими то ремеслом я могу врачевать вам нужна ли моя помощь вам нужна ли моя помощь он ищет и как бы это его как это называется это его миссия его миссия он имеет ремесло и он идет и отдает это ремесло как мы уже говорили это как миссионер люди которые отдают какие-то свои знания поэтому и мудрец он как бы идет наверно за дураками это учитель он не может сидеть на месте но миссионер волновым несет некую идею как бы в массы ну я не говорю меня нельзя я может быть немножко по-другому некуда там учитель там еще что-то сейчас видишь как я вот допустим смотрю только единственный кто кто несет свои знания в массы только военный не сидит на месте он обязательно должен куда-то идти и принести свое то есть военное ремесло куда-нибудь дубинка да ну потому что он должен должен вот а врач сидит он ждет когда когда к нему придет больной но с другой стороны с моей доктора айболита позвали он же помчался вас до его позвали а с другой стороны вот мы недавно обсуждали старую помощь до этого разговора вот эту идею печь стоял человек сумочкой да в нем в ней был немножко мятый мандарин как бы один человек типа как доктором хотел сказать хотел сказать заменить да хотел зачем же платить за мяты да что за что получил заслуженный было за что было правильно заслуженный отдых и в результате так получается что мудрец и желающий помочь дураку может быть отправлен на заслуженный вот причем и он может остаться и без денег и без мудрости да но дело в том что понимаешь в том-то тем тонны мудрец что он никогда не будет оказывать помощь тому кто его об этом не просит и не видя в том человеке потребность этого ну или так да тут он будет посмотреть и этому человеку точно нужна помощь я не ошибаюсь по моему опыту я ему скажу мятый мандарин нет я ошибся скажет через пару часов мудрец хорошее название для модного ресторана мятый мандарин мятый мандарин так мы запатентовали это название да особенно если заведение с интерактивом ресторан с интерактивом да и там кстати там в этом ресторане там не будет уныло меняться свет нет он не будет менять почему потому что вот сейчас есть такая ну как относительно новая новая но тем не менее форму иммерсивный спектакль иммерсивный театр иммерсивный спектакль когда как бы есть некое пространство нет нет как таковой сцены зрительного зал пространства где собственно и в этом пространстве происходит действо да и зрители собственно свободно перемещаясь в этом пространстве могут быть в общем-то скажем так статичными но участниками той или иной сцены наблюдать ее внутри самой сцены вот вот так же иммерсивный ресторан то есть ты там как бы но он будет называться иммерсивный тон и мир сильный но как это называется full контакт то есть в том смысле что ты совершенно спокойно может активно поучаствовать в сцене до где есть предупредить таскать о том что в сеточке находится мятый мандарин но как бы не исключены для тебя тяжелые последствия если ты нахнешься на петра щербинина да со своим советом да вот этот момент совета поэтому мудрецы идут за дураками след след они не дают советы они ждут когда дурак остановится и попросит совет если они просто в ожидании ну как значит это охотничья собака да она идет за дичью как это фильм сразу вспомнился вот они найдется дичью так и мудрец вот он идет идет вот и поэтому следу и отставшую дичь отставшего одичалого уже совсем уставшего от своего безумия бездумности нет да человек ваши вопросы господа не этот дурак задаст вопросы но видишь опять понятие дурак и мудрец разные в разных вещах у нас это одно понятие в другом месте другое понятие здесь можно много таких этих для одних но дураки и есть дураки мудрецы но на всяком мудреца довольно простоты да и на этой торжественной ноте мы закончим наши наш сегодняшний стриминг или как видеозапись нашу нашу видеозапись да не знаю до чего мы договорили но во всяком случае это останется твоих архивах может быть когда и допустим на моих поминках достанешь эту запись и все будут сидеть смотреть и умиляться и по лицам людей будут течь слезы да кто знает самое главное когда это произойдет неизвестно никому это может случиться как завтра так и через 50 любой день на этом промежутке с этой точки зрения с этой зрения вот такие технологические вещи они бесценны бесценны конечно потому что вдруг в противном случае кто-то бы просто рассказывал вот а какой был помните каким он парнем как это в песне поется помните каким парнем так боятся да сказал поехали и махнул ходит поэтому такие технологии они нужны технологии технологии рознь а весь вопрос в том что кто их использует значит если используют дураки значит в дураках или и топор может быть в руках дурака и топор может стать для кого-то гильотины кстати мне очень жаль что не было среди нас михаил 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 феликси выслово накал в нашу беседу я уверен вообще даже академическим каким-то вливанием сюда и я сто процентов уверен большей информации 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 информативный на полностью на полностью да потому что в этом смысле он информационный на полном этом нашли он социальных мудрее мы мы он бы шел за нами точно сейчас он может быть и идет за в своих снах да поэтому следующий наш репортаж а я думаю ром ты же наверняка элементарными технологиями работаешь то есть условно говоря это может быть первой частью беседы второй частью беседы может быть уже наше коллективное михаил феликси творчество я имею ввиду что никак отдельные сюжеты как один фильм один фильм это будет один фильм но несколько серий нет но именно не как несколько серий а как вот просто таскать в нашей комнате приду на беседы я так понимаю что у тебя сюжет там по 23 часа как джин появляется михаил феликс лановский на фронте экзотической тибетейки допустим это интересно да и комната наполняется дымом или сначала наполняется дымом потом когда дым рассеивается на кресле сидит еще один участник разговора не я думаю что это должно нет это должно быть немножко по-другому на по-другому я думаю что тему мы можем как-то еще обозначили обозначить и чего начинается родина допустим вот хорошая тема да тоже хорошая тема зачем аборигена съели кука сколько вопросов жизни да и на все вопросы можно пытаться искать ответ пытаться искать ответы но по крайней мере гимнастика мозга абсолютно мы этим именно и занимаемся во первых не ругаться матом попытаться полтора часа проговорить не употребив ни одного матера я считаю что это колоссальная гимнастика для мозга это не просто это уже на шаг ближе медитации к тем кто идет вот сзади нас да таким образом мы можем оказаться на шаг ближе к тем кто идет наш сзади нас на 1 2 не терять ней беседы и пытаться на протяжении полутора часов удерживать стратегию вопроса потому что мы можем общаги к конгу до конгу вопроса до оставаться так сказать фарват и заданы тем а то иногда бывает когда остапа понесло и вы уже вообще уже космические корабли бороздят пространство вселенной да ну вот так вот я равно для архива точно оставится как минимум на моих поминках может показать нет я я же говорю что это это видео во первых для тех кто смотрит видеоканал планеты дзюдо кто интересуется дзюдо и жизнью и почему вот мы беседовали потому что я не просто так встречаюсь с людьми да я встречаюсь с людьми которые какой-то стороной своей жизни относится относятся к дзюдо и как говорил канадзи гора не обязательно практиковать дзюдо постоянно в зале до бросая друг другу можно следовать принципам дзюдо а есть принципы такие дата максимальная эффективность наименьшее усилие тщательно обдумывать действие решительно ну и так далее и тому подобное поэтому можно просто таки практиковать всю жизнь не в зале дзюдо да в реальной жизни в реальной жизни поэтому ну а сергей относится к тем людям которые начинали нет ни один год практиковали дзюдо потом пробовали это применить так сказать в повседневной жизни реализовать эти идеи не не то что применить как многие думают применить я научился делать там бросок через спину и пол цунаги да там это я тоже я вот иду и начинаю применять эти принят принципы другие принципы вот именно вот тщательное обдумывание делами и решительные действия максимально издательными меньшими сильными есть еще такие принципы как когда ты все это уже получил и как бы все это идет на благо общества то есть твои все умения идут на балла я думаю что в ту пору когда мы занимались дзюдо ну я не знаю я могу о себе сказать почему потому что ты все-таки посвятил дзюдо всю свою жизнь получается с юношеских с детских времен когда начал заниматься борьбой ты же и вот по сей день серьезный мастер скажем так как я вышел уже на другой совершенно сансей болтун то есть тогда у нас не было все таки такого понимания дзюдо все таки для меня сюда да конечно это было вне всякого сомнения некая философия но способны ли мы были в то время задуматься о таких вещах которые ты сейчас сказал то есть как бы это понимаешь как бы в принципе педагогики какой дается та информация которую ученик способен воспринять и услугить вот тогда вряд не могли такие глубокие философские идеи осмыслить и усвоить и для нас все-таки это было единоборство да единоборство вне всякого сомнения воспитывало в нас определенные качества которые в дальнейшем на протяжении всей жизни мы использовали тот фундамент который был заложен в нас детские и юношеские годы именно дзюдо но просто я говорю что тогда это не носило таких глубоких философских как говорится ну во глубокой философской подоплеки на все таки это было единоборство не знаю сейчас ты смотришь на это не как не с точки зрения допустим соревновательного аспекта победы в поединке по другому некую философию для нас все таки мне кажется тогда это было очень важно важно именно соревноваться вот для меня лично как бы мои годы посвященные дзюдо они воспитали во мне вот эту необходимость соперничество необходимость соперничества то есть я допустим ловлюсь на мысли что одним из главных стимулов для занятий в чем-либо для меня служит возможность соперничества не знаю связано это как-то с дзюдо или это связано скорее с моими индивидуальными особенностями психосоматическими и характери особенности но тем не менее как-то мне кажется что спортивное воспитание закладывает такой дух соперничество в человеке и его характер соревновательной деятельности подразумевает это соревнование то есть совместная ревность есть такой я разговариваю с человеком до зори на совместная ревность к чему к данном случае получение какого-то вот статуса лучшего конечно же это соревновательная деятельность в так сказать которые от составная часть вообще спорта и а спорт это неотъемлемая часть вообще физическая культура ну понимаешь сегодня вот очень так это разделила разделено я кстати что хочу сказать что вот ты говоришь не было вот этой философской составляющей а мне кажется вот этот это это одна из важных вещей когда педагогическом даже при любом тренировочном процессе тренер должен все-таки какую-то давать какую-то некие философские вопросы обсуждать но а опять-таки в наше время когда мы тренировались это все-таки опять среда обитания того периода допустим там с дюшо ну конечно тренер зависим был вот чего ему говорили значит нужен результат ему не было смысла с нами разговаривать на какие-то философские темы тем более в этих философских тем в конце концов приводить к тому что мы что учить нас становиться мудрецами и не идти в конфронтацию с кем-либо для достижения каких-то систем была построена таким образом конечно тренер должен был выдать результат у него результат это победа спортсменов на соревнования совершенно конкретная вещь поэтому конечно все было ориентировано на достижение спортивного результата ну и потом если про спорт как может быть иначе а если говорить о дзюдо как ты это называешь его боевом искусстве именно то конечно любое искусство содержит в себе какой-то философский аспект доносить до учеников поспитников саму суть идеи что такое дзюдо гибкий путь ну просто гибкий путь или гибкий путь к чему-то как в конце концов к что такое гибкий путь что такое гибкость вообще насколько нам жизнь необходим что что важнее быть быть внутри внутри иметь стальной стержень и говорят некоторые стальные яйца иметь или все таки вторая версии нет а здесь такое здесь вот допустим с точки зрения вот или одно другое не исключает вот допустим японский флаг взять там белый белый и внутри красный как это солнце на самом деле это как бы такое понятие абстрактное которое обозначает что мягкий снаружи твердый внутри вот это и есть flexible то есть муж вот эти внешне ты абсолютно мягкий способны к общению со всеми людьми благоразумные так далее но внутри у тебя есть сердце которые тебе не какие-то сложности которые могут возникнуть на твоей жизни ты можешь их выстроил структуру корень еще ты стоишь спасибо всем и спасибо сергей друзья до новых встреч в эфире